1 июня Гости мероприятия вместе со своими детьми получили возможность почувствовать себя настоящими учеными, посетив эксперименты по физике, биологии, химии, увлекательные творческие. Каждый пришедший мог полакомиться мороженым, сделанным из жидкого азота, насладиться звуками музыкальных инструментов и не только. В рамках фестиваля в зале заседаний ученого совета университета прошли выступления приглашенных гостей и участников, рассказ об опыте волонтерской и просветительской деятельности МПГУ. Изначально мы занимались простой и понятной подачей материала, подачей физики в основном детям и школьникам. На этой основе мы окрепли, на основе простых ситуаций, с которыми сталкивается каждый педагог. Однако однажды фонд помощи детям-сиротам во главе с Еленой Ольшанской пригласил нас выступить в психиатрической больнице в отделении, где лежат дети-сироты. Эти дети оказались в мире, где на окнах решетки и нет дверных ручек. Однако при всем при этом ежедневно с ними кто-то общается, кто-то играет в футбол, кто-то учит заплетать косички, а мы рассказывали и показывали физику, по сути, науку обо всем. Мы поднялись в детское отделение, и нас встретило примерно 30 человек детей. Эти дети были очень разными. Кто-то действительно был с виду абсолютно здоровым и задавал серьезные вопросы, и ему было интересно. Кто-то же получал удовольствие просто от того, что у него получалось, к примеру, извлекать звук из тибетской чаши или делать какое-то элементарное движение руками. Кафедра олигофренной педагогики и специальной психологии Института детства уже три года тесно сотрудничает с Центром лечебной педагогики «Особое детство», сопровождающих людей с ограниченными возможностями здоровья. По предложению Центра студенты кафедры, то есть будущие олигофренной педагогии и специальные психологи, один раз в неделю посещают эти организации и проводят различные волонтерские и просветительские мероприятия. И одними из таких мест являются гастрономическая модельная площадка ГАМП, программа на базе ЦЛП «День не зря» и школа номер 79. Сегодня очень хороший повод оглянуться назад и вспомнить самые яркие моменты в марафоне наших добрых дел. Одной из таких организаций является Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Дом детей». Студенты постоянно проводят тематические занятия, посвященные различным праздникам. Также студенты выезжают вместе с воспитанниками в детский реабилитационный центр вдохновения в городе Руза. Также немаловажной функцией студентов является совместное изготовление пособий с воспитанниками для упрощения их жизнедеятельности. Еще одной очень интересной локацией является керамическая мастерская «Кто?» фонд «Жизненный путь». Студенты помогают на ярмарках, фестивалях, участвуют в мероприятиях, мастерской, а также участвуют в проведении учебных занятий по изобразительному искусству. Хочется также рассказать и о нашем участии в междисциплинарном проекте «Медиа-лаборатории ЦЛП». Его цель – познакомить людей с психическими особенностями и жителей психоневрологических интернатов с инструментами гласности, самоадвокации и правозащиты. Также студенты осуществляют волонтерскую деятельность не только со взрослыми ребятами, но и с детьми дошкольного возраста, например, в инклюзивном детском саду «Наш дом». Мы осуществляем вполне конкретные и выполнимые дела по зову сердца, но дела наши постоянные и еженедельные. Вместе с ними мы меняемся, развиваемся, меняются наши взгляды и многие вещи. Но меняемся не только мы, но и наше ближайшее окружение. И наши родители регулярно занимаются волонтерской деятельностью в свято-софийском детском доме. И говорят, что в общении с людьми с ограниченными возможностями здоровья есть все, что давно уже исчезает из обычной жизни – искренность, доброта и неподдельная любовь. «За что дали Нобеля» – это научно-популярный проект, в котором мы рассказываем о лауреатах Нобелевской премии и их достижениях доступным и понятным языком. За время существования проекта уже вышло два сезона, и за эти два сезона мы успели рассказать о многих темах. Например, об открытии инсулина, аутофагии, открытии групп крови, радиоактивности и о других не менее важных достижениях. Мы рассказываем абсолютно обо всех темах, касающихся разных областей, начиная с музыки и литературы и заканчивая общественной деятельностью и экономикой. Все темы освещаются доступным и простым языком, а также сопровождаются видеорядом. Все это упрощает понимание темы и очень сильно ускоряет образовательный процесс. Важно и то, что проект «За что дали Нобеля» пользуется не только у молодежи и остальной аудитории, но и в экспертном сообществе. Например, совсем недавно один из видеороликов проекта «За что дали Нобеля» стал победителем в конкурсе студенческих работ «Репост» и буквально неделю назад прошел финал Всероссийского конкурса студенческих проектов «Университи». В психологии есть понятие полезависимой личности, поленезависимой личности, а вот, наверное, педагог хороший или педагог правильный, или педагог перспективный – это поле формирующая личность. То есть то, которое формирует некоторый, как сегодня говорят, контент, формирует дидактику, формирует методы и ведет за собой, что самое главное. Вот в этом, наверное, смысл сегодняшнего вашего волонтерства, так называемого, да, которое изнутри просвечивает, актуализирует стремление помогать детям нести, популяризировать науку, общаться и формировать вот то вот сообщество единомышленников, которое и, наверное, очень важно для перспектив даже государства, если не побоюсь такого высокого слова. На этом должна строиться современная педагогика и в этом ее будущем. Было отмечено, что в сложный год пандемии сотрудники и студенты МПГУ еще активнее, чем в прошлые годы, занимались волонтерской деятельностью. Группы энтузиастов проводили занятия для детей в больницах, детском хосписе, интернатах и других социальных учреждениях. Вопрос занятости детей стоит очень остро, потому что вот ушли все в режим онлайн, да, в виртуальный мир наши дети. Мы понимаем, что проблем сегодня в связи с этим хватает достаточно много и растет детская агрессия. Вот недавнее событие, которое произошло в Татарстане, к сожалению, такое трагическое. И мы вспоминаем сразу Керчь, и, конечно, мы задаем себе вопрос, почему это происходит, почему растет суицидальная наклонность детей. И находим ответ в том, что детей надо занимать, конечно. Поэтому вот это формат вашего мероприятия, и сегодняшнее мероприятие, оно на самом деле и является тем самым инструментом, да, и вот той площадкой, возможно, куда дети могли прийти. И я сходил сейчас внизу, мне было очень интересно, но вот если бы в детстве еще такое видеть, было бы еще лучше. Ну, потому что действительно это вовлечение в мир науки, в мир знаний, и это очень правильное дело. Важно поддерживать профессиональное волонтерство, чтобы уже сейчас студенты вузов могли ощущать востребованность обществом их профессий. Есть такое понятие «гений места». Его очень часто употребляют к месту и не к месту, но я думаю, что применительно к нашему университету и его главному корпусу вот это определение, оно имеет, в общем, прямое отношение, потому что вот тот девиз «наука зажигает» ко всей истории нашего университета имеет прямое отношение. Выдающиеся российские ученые в свое время, 150 лет назад почти, зажгли вот этот очаг просвещения. Переходя на язык науки, я бы сказал, что они запустили цепную реакцию. И эта цепная реакция, как мы видим сегодня, она множится, расширяется, и вот этот образовательный потенциал гигантский, который, в общем, накоплен в нашем университете, он действительно уже прирастает и студентами, и волонтерами. И что чрезвычайно важно, я бы вот на это хотел особо обратить внимание. Ну, время сейчас такое, вот цифровизация, все говорят о цифровом образовании. Я, честно говоря, не сторонник таких терминов, потому что происходит некая путаница средств и, так сказать, основной деятельности, что называется. Собственно говоря, образование – это передача всего того, что накопило человечество, от поколения к поколению. И я очень надеюсь, что те дети, которые пришли сегодня на этот праздник, через какое-то время станут нашими студентами, а может быть и преподавателями университета, и понесут эту важную функцию образовательную, в общем-то, дальше и в нашей стране, и за пределами нашей страны, потому что наши воспитанники, они, в общем-то, работают в разных местах земного шара. Настоящий педагог – это не только педагог какой-то определенной области. Это воспитатель в широком смысле слова, который умеет увлечь, который неравнодушен, который проявляет свои лучшие человеческие черты даже в сложных ситуациях, а работа с детьми с определенными ограничениями по здоровью – это нелегкий такой труд. Он и психологически нелегкий, он для взрослых нелегкий. А здесь наши студенты идут, и я еще раз порадовался за то, что наш университет вот в лице наших волонтеров, или, как тут правильно сказали, лучше добровольцев, даже и фильм был такой у нас прекрасный, так сказать, «Добровольцы», вот они придут в школу, и они придут уже преподавателями другого уровня.